Что ждать от новой версии Android O8.0? На конференции Google I.O. компания представила первую бета-версию нового андроида, раннюю сборку, которую выкладывала уже чуть раньше. И это уже что-то близкое к тому, что увидят отбитые владельцы Nexus'ов и Pixel'ей вроде меня осенью. Это Дроидер, с вами Борис Витинский. В этом видео покажу вам все известные и не очень фишки нового андроида 8.0 на примере этого Google Pixel. Погнали! Начнем со свежего нововведения, которое показали буквально два дня назад на презентации. Это так называемые Icon Dots или точки уведомлений на иконках. Вот так вот они выглядят, такие маленькие штучки вот на Инстаграме, на Hangouts. В отличие от Beige на iOS, которые показывают количество уведомлений, вы просто видите, что уведомления в этом приложении есть. Можете зажать палец на иконки и увидите это уведомление. Оно также отображается в шторке. И если вы смахнете, оно пропадает сразу в двух местах. Не уверен, что все будут этим постоянно пользоваться, но встроено, согласитесь, достаточно органично. Также прямо из этого меню можно добавлять виджеты на рабочий экран, которые соответствуют этому приложению. Сделал, потянул, хоп, есть. Дальше. Пересобрали приложение настройки. В нем очень красивые пиктограммки. Есть классные графики. А еще появилась новая фича. Можно добавлять собственные рингтоны прямо из настроек, прямо из памяти телефона. За это прям сразу лайкос. И вам лайкос, за то, что видоса лайкос. Секретный раздел UI-тюнер, который появился год назад, теперь тоже немного изменился. Здесь можно настраивать приложение на запуск с заблокированного экрана. Причем это может быть что угодно. Буквально что угодно. И изменять полоску навигации. В частности, добавлять дополнительные кнопки. Слева или справа. Про следующую фичу вы уже слышали. Это картинка в картинке. И для того, чтобы ее запустить, мне потребуется интернет. А поскольку мы в США, покажу вам новую роуминговую фишку мегафона, которая запустилась совсем недавно, называется Мир Онлайн. Это безлимитный интернет в роуминге. Ну, технически тут дают гигабайт на сутки, после чего скорость падает, но гиг в сутки это тоже дофига. Стоит 600 рублей в день, и это прилично. Но я вижу это так. Это история для тех случаев, когда вы приехали на день-два, и покупать местную симку, кто подороже выйдет. Так что пользуйтесь, вещь удобная. Нужно просто включить роуминг данных и подключить опцию. И главное, не забывайте выключить, когда вернетесь домой, чтобы деньги не списывались. А мы возвращаемся к видосам. Да, картинка картинки, да, привет iOS, да, работает пока кривенько, и это бета, но сходу функционирует в YouTube, и это прикольно. И во-вторых, будет поддерживать видеочаты, и мне кажется, это даже может быть полезно и удобно. Также радуемся мальтишки и девчонки, Google перерисовал все эмодзи для этой версии Android. Они теперь более детализованные, более симпатичные и более реалистичные. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но в общем, имейте в виду. Безопасность на Android давно стала притчей в языцах, и теперь Google предлагает нам новую фишку, которая называется Google Play Protect. По сути, это облачный антивирус с машинным обучением, который проверяет ваше приложение уже после того, как вы их скачали и пользуетесь ими. Короче, безопасность лишней не бывает, а еще Google обещает ускорить выпуск секьюрных апдейтов для сторонних разработчиков, так что теперь вместо 6-9 недель будет несколько дней, и это прикольно. В Android 8 обещают ограничить фондовую активность приложения, все, что связано с геолокацией, отправкой данных, да и просто работой в фоне. Это должно здорово сказаться на батарейке, посмотрим, так ли будет, но обещают, в общем, золотые горы. Теперь снова к визуально заметным штуковинам. Шторка уведомлений. Она опять обновилась, всегда ее обновляют. Во-первых, фон теперь вот такой серенький. Во-вторых, перерисовали иконки многие, вот, например, мобильная Дада. В-третьих, сами уведомления теперь скапливаются в маленькие иконочки, внизу шторки, и очень красивые анимации появляются, когда вы прокручиваете ее. Просто приятный бонус для людей, которые любят красивые вещи в операционных системах. Сами уведомления тоже изменились, меня безумно радует, что теперь их можно откладывать. Для этого есть специальная иконка, можно выбрать время, и вот на час, например. Это классно, телефон постоянно засыпает нас уведомлениями, и надо с ними как-то разбираться. Во-вторых, появилась вещь, которая называется каналы уведомлений, но по сути это как бы тип уведомлений, то есть вы можете разрешить присылать вам лайки из Инстаграма, а подписки не присылать, и наоборот. И в-третьих, разработчики теперь получили возможность делать временные уведомления. Например, идет какая-нибудь трансляция, вы получили notification, когда она закончилась, это вам уже не актуально, notification берет и пропадает, тоже удобно. И теперь радостная новость для разработчиков. Android начинает поддержку языка Kotlin. Это был единственный момент презентации, когда все присутствующие действительно вскочили, начали кричать, аплодировать, верещать. В общем, я был единственным человеком. Мы с Валерой были единственными людьми, которые не совсем понимали, что происходит. Но фишка в том, что это действительно популярный язык программирования, очень удобный, кроме того, разработанный нашими соотечественниками из Петербурга, и это безумно приятно. Вообще новых фишек для программеров очень много. Это и доступ к системе автозаполнения, можно автоматически вставлять логины и пароли от всякого в ваших приложениях. И это и адаптивные иконки, которые могут перерисовываться, в зависимости от того, какой смартфон и какая тема стоит. И много других ништяков, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте для разработчиков. Ну и под финал я припас еще одну маленькую визуальную приятность. Это обои. Я люблю такие вещи в смартфонах, как набор обоев, набор рингтонов и так далее. Рингтоны все те же самые. А вот официальное приложение обои обновилось. Кстати, оно доступно для всех Android-устройств. И тут появился новый раздел Art, в котором абсолютно потрясающие картинки. И в основных разделах тоже некоторые обновления произошли. Так что зацените, думаю, будет вам прикольно. Мне нравится вот это. Под конец несколько новых фишек одной строкой. Это поддержка нескольких экранов в Android. Это улучшенный кипипаст, который умеет автоматически выделять адреса и имена людей. Это обновленный рантайм-системы, чтобы приложения работали быстрее. И это поддержка протокола LDAC для беспроводной музыки. На мой взгляд, новых фишек получилось много. И они разнообразны и интересны. Другой вопрос, что получать их большинство пользователей Android-а будут долго, мучительно, не сразу, в общем, как всегда. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, если вам понравилось. И пишите в комментариях, какие фишки вам сказались самыми прикольными. И чего не хватает, что хотелось бы поскорее увидеть в новой версии операционной системы. Вдруг Google посмотрит это видео и добавит. Почему нет? С вами был Борис Визенский, это Дроидер. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте здесь самые классные ролики о гаджетах, приложениях, хай-теке, играх и всяком гиковском. До встречи в будущем. Что же он за человек-то такой, а? Почему он начинает звонить, как только мимо нас приезжает, а? А вот просто, вот так, вот так. А вот и вот. КОНЕЦ Продолжение следует...